ОМТВ ЮЭЙ ПРО ГОЛОВНЕ Первую партию беспилотников, подготовленную так называемой коалицией дронов, намерно отправит на Украину самая мощная европейская держава Латвия. Газпром по итогам 2023 года показал чистый убыток в размере 629 миллиардов рублей. Это не только первый убыток компании с последефолтного 1999 года, но и худший ее результат в истории. По итогам 2022 года Газпром имел чистую прибыль в 1,2 триллиона рублей. Гениальный лидер современности смог сотворить невероятное, сделать убыточным крупнейшего сырьевого экспортера, который раньше купался в баснословной прибыли. И все это, конечно же, показывает, как санкции якобы не работают. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Международный валютный фонд обновил прогнозы роста экономик стран мира. Эти прогнозы традиционно считаются одними из самых авторитетных и точных. Так, к 2027 году ВВП на душу населения в России окажется меньше, чем у Казахстана и Туркменистана, и попадет только в восьмую десятку стран мира. Уже сейчас Россия по этому показателю уступает таким государствам, как Болгария, Румыния, Чили, Гаяна и Панама. А у Португалии, которую Путин 25 лет назад собирался догонять, этот показатель до сих пор в полтора раза больше. Сумма ВВП на душу населения – один из главных показателей непосредственно благосостояния населения. Вы говорите «весь мир», а они нам завидуют, я вам точно говорю, я знаю, что я говорю. Нам и сейчас завидуют, иначе бы они лезли к нам. В этом все дело. Но пусть потренируются, а мы будем только укреплять себя изнутри и вовне. Чистить ковши, вы видите, вот и стали, сейчас перевозим. Что я? Страшно. Я сюда-то и еду, отрежу, я ходу. Это все, где-то. Как я уже сказал, аналогов ему нету ни в одной стране мира. Это Россия! Давай попробуем начать с темы про РСПП, который прошел на прошлой неделе. Впечатляющее вообще, как и любой форум вокруг Путина, это когда собираются буквально его поклонники, говорят, что все хорошо, все прекрасно, есть маленькие недочеты, но тем не менее все хорошо, и статистика там хорошая, и, например, не было, насколько я понимаю, ни слова про дефицит кадров Российской Федерации. В общем, на что рекомендую, что там обратите внимание, и про что там скромно умолчали участники? Ну, действительно, пожалуй, выступление Путина на профсоюзе, взлете друзей олигархов, Российский Союз промышленных предпринимателей, это самые такие жирные, лакомые куски госсобственности, там нефтянки, газа, удобрений, угля, металлургии, золота, алмазов, платины, которые дошли в частные руки через как раз-таки там либо вальчикную приватизацию, либо кредитно-залоговые аукционы, либо уже в нулевые годы через передел олигархического рынка. Ну, по большому счету, вот это было такое ключевое выступление по экономике, значит, в котором мы лишний раз убедились, что никакого кризиса, никаких санкций, никакого роста цен, никакого затягивания поясов, никакой закредитованности, кредитов на дрова либо на уголь у власти мучек, у феодалов, у чинушек, у олигархов просто нет. То есть нам действительно просто рассказывали в течение нескольких часов по телевизору, что оказывается у нас кризис позади и пик инфляции пройден. Я просто даже напомню пару цифр, которые мне бросились в глаза. Значит, чем они сейчас гордятся? Значит, нам Владимир Владимирович на полном серьезе рассказывает, что уровень доходов населения, ну, заработная плата, прежде всего, выросли по итогу февраля месяца, думайте, аж на 19,5%, почти что 20%, и достигли 78 500 рублей. Ну, просто очень интересно, чтобы зрители написали, у них зарплата выросла на 20% за февраль месяц этого года и на 15% по итогу 23-го года, да. Значит, ну, понятно, что занизили инфляцию, сказали, что с учетом роста цен, значит, реальные доходы, реальные зарплаты россиян выросли практически на, значит, 10,5%, практически 11%, ну, в принципе, как бы такой намек, что вы должны радоваться. То есть, если вам кажется, что у вас подорожали продукты питания, товары первой необходимости, там, например, хлеб, бензин, дизель, нечем платить за квартиру, за коммуналку, за кредиты, ну, значит, уйдет неправильно россияне, потому что у нас, статистически, все красиво, да. Вот. Ну, собственно говоря, там же Владимир Владимирович нам рассказал, что реальные располагаемые доходы на селье тоже выросли, это с учетом пенсии, социальных выплат, каких-то пособий, ну, практически на 6% за первый квартал текущего года. Ну, то есть, очевидно, каким образом достигаются такие манипуляции, то есть, есть, условно говоря, несколько миллионов человек, которые являются выгодоприобретателями от той внешней и внутренней политики, которая проводится. Помимо, там, депутатов, сенаторов, мэров, губернаторов, министров, чиновничества, это еще и те, кто участвует в зоне боевых действий, те, кто получают огромные выплаты. То есть, например, сейчас там мобилизована выплата примерно на контракт, там, по 210 тысяч рублей плюсом, единовременно выплата до, там, миллиона рублей, даже местами до полутора миллионов рублей. А, например, где-нибудь в Забайкале, в Иркутской области, либо даже в Хабаровском крае, мы знаем, что зарплата 25-30 тысяч рублей. Стильно повезет, будет 50-55 тысяч рублей. И, конечно, такие в Ливане, они формально рисуют красивую картинку, что у вас уровень жизни растет, но у очень узкой прослойки людей, разгоняя покупательный способный спрос, который не покрывается товарной массой, который не покрывается внутренним производством, которого за 25 лет вот этой духоткрепности и проваленных майских указов на проект просто не появилось, не существует. Вот, и поэтому получается, что, с одной стороны, у вас якобы инфляция в отчете 7,5% за прошлый год, 7,7% за март этого года, вроде бы как инфляция, говорит, она подтормаживается, мы еще обсудим, как Набиульна реагирует на якобы тормозящуюся инфляцию, угрожая еще больше поднять ключевую ставку, потому что инфляция не тормозится в России. Но при этом мы видим, что тот же Росстат прямо в цвет говорит, что многие товары первой необходимости растут в цене просто в небо. То есть, например, та же самая свекла дорожает с начала года уже практически на 50%, практически в полтора раза. Это тот самый овощ, который там используется в суповом наборе, то есть такой товар, который зачастую покупали население, в том числе с невысоким доходом из-за высокой калорийности, из-за того, что есть сахара и прочие вещи, в принципе, используются в кухне. Та же самая капуста, 36% рост с начала года цен. Те же самые там морковь либо помидоры 25-30%. Но про какие-нибудь очереди за яйцами, которые подорожали в том году почти в два раза, на курятину, подорожавшую на скорых процентов, мы даже говорить не будем, потому что это, в принципе, и так понятно. То есть, когда вы сами рисуете себе статистику, когда вы сами можете нарисовать себе любую цифру, вы можете под нее подогнать любой необходимый искомый результат. У вас экономика будет расти, как нам тут объявили, значит, экономика тоже у Владимира Владимировича выросла аж на 5,5%, 5,4% в первом портале этого года. Значит, как он сказал, в феврале был сезонный фактор, экономика ускорилась на 7,5%, но все равно динамика очень хорошая, и, значит, экономика устойчиво растет. Но при ближайшем рассмотрении мы видим, что растет. Растет спрос, оборот граничной торговли практически на 10,5%, оказание услуг населению в 6-7%, а внутреннее производство не растет. Растет выпуск техники, танков, ракет, гаубиц, так называемые прочие металлические изделия, снаряды и все остальное, транспортные средства, которые являются не гражданского назначения, а военного назначения. И вся эта история постепенно рисует, видимо, что у вас экономика на подъеме. Хотя на самом деле большинство понимают, что их уровень жизни, покупательная способность снижается. И как раз-таки вот этот дефицит внутреннего товарного производства, неразвитая внутренняя промышленность, этот статус сырьевой придатки, сырьевой бензоколонки, экономики бензоколонки, он как раз-таки и при том, что формальные выплаты растут населению, часть населения, а товаров нет, цены летят в небо. Поэтому да, это такой важный был итог выступления Владимира Владимировича. Ну и, помимо прочего, конечно, нам прямо сказали, что надо готовиться к повышению налогов. То есть, как только у нас власти заявляют, что пересмотра налогового режима не будет, как это было в 2012 году, в 2014 году, в 2018 году, в 2020 году, значит, точно что-то готовят, какую-то подлянку, точно залезут в карманы россиянам, населению, бизнесу, промышленности, всем-всем-всем, чтобы залатать дыру в бюджете и компенсировать то воровство, те убытки, которые это несет для экономики, для бюджета. Значит, я напомню, что нам точно по такие же разговоры, что не будут пересматривать налоговый режим, а в 2018 году поднимали и пенсионный возраст, хотя клялись его не поднимать, и налог на добавленную стоимость до 20% с 18%, тем самым нанося удар по промышленности, разгоняя цены, и вводили какие-то торговые сборы, утилизационные сборы, вводили, повышали акцизы на производство нефтепродуктов, на бензин, на дизельное топливо, вводили какие-то сборы за утилизацию выбора с мусора, в итоге мусор на этого стропа стал еще более очевидным, еще более ярким. Потом провели маневр нефтегазовой отрасли, когда экспортные пошлины начали резко снижать, а внутренние налоги на добычу нефти, налог на добычу полиных ископаемых или акцизы на производство нефтепродуктов начали повышать. В итоге что получилось? Что у нас бензин и дизель дорожали даже при падающих ценах монет, потому что в цене бензина уже 80% налогов, и все-таки стало в небо расти. И вот то же самое сейчас было сказано президентам, что мы, конечно, больше не будем ничего повышать, но вот сейчас финально повысим и наведем порядок, обеспечим справедливость, и точно у нас будет социальный рай. Но в итоге понятно, что эти меры не коснутся президента, не коснутся сенаторов, депутатов, губернаторов, олигархов, которые сидят в офшорах в острове Русске, на острове Октябрьске, два внутренних офшора в России созданных. Эти меры коснутся в итоге предбанника среднего класса, которые только-только стали вылезать из какого-то бедного нищенского существования, стали зарабатывать 100 тысяч рублей, 80 тысяч рублей, 150 тысяч, 200 тысяч рублей. И вот как раз таким предлагают повысить налог на доходы физлиц. Судя по всему, будет повышено где-то 15, может быть, даже до 20% вот эта категория месячного дохода от 80 тысяч рублей до 300 тысяч. Поэтому вот будут сейчас платать бюро за счет как раз-таки худеющего кармана россиян. Все наши планы реализуются, причем даже лучшими темпами, чем мы с вами ожидали. Размер пакета составляет 61 миллиард долларов. Законопроект предусматривает 8 миллиардов экономической помощи Украине. На самой Украине сегодня при этом праздник очередной, как им кажется, перемоги. Спикер Конгресса США Джонсон, который назвал себя политиком военного времени, похоже, созрел. И все же решил одобрить законопроект военной помощи Украине. Это тот самый законопроект, который выдвигался в марте и был поддержан главным республиканским русофобом Линдси Грэмом, а значит и Дональдом Трампом. И который немногим отличается от сенатского, принятого в феврале. А потому этот законопроект сразу же поддержал и Байден, и все остальные демократы. В тексте документ прямо сказано, что США обязаны предоставить Киеву дальнобойные ракеты Атакмс. Это серьезное оружие. Те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому Джанкоя. Субтитры создавал DimaTorzok